Угроза убийством четырехлетнему ребенку, незаконное лишение его свободы и ненадлежащее исполнение обязанности работникам образовательной организации. Расследование уголовного дела в отношении бывшей воспитательницы одного из казанских детских садов закончено и передано в суд. Согласно материалам дела, 42-летняя женщина сначала душила нежелавшего спать ребенка подушкой, затем избила его связкой ключей и заперла. С деталями ознакомит Нафиса Минязова. Все случилось в ноябре минувшего года. Как установили следователи, теперь уже бывшая воспитательница по расписанию завела малышей в спальную комнату на тихий час. Во время тихого часа четырехлетний мальчик не спал и мешал спать другим. За это воспитательница решила его побить по ногам и по ягодицам рукой и затем применила связку ключей и тапок. Но только на этом она не остановилась и решила придавить его лицо подушкой и удерживала его так не менее пяти секунд. Затем схватила его за руки и за ноги и потащила в служебную комнату. И там заперла его. В этот же день родители мальчика, забрав ребенка из детского сада, заметили странности в его поведении. После расспросов мальчик все же рассказал, что произошло. Согласно заключению судебно-психолого-психиатрических экспертов, ребенку была причинена серьезная психологическая травма. В отношении женщины было возбуждено уголовное дело сразу по нескольким статьям. Ненадлежащее исполнение обязанностей работникам образовательной организации. Угрозу убийством и незаконное лишение свободы несовершеннолетнего. По итогам расследования, ей предъявлено обвинение в ненадлежащем воспитании несовершеннолетнего, угрозе убийством, а также незаконном лишении свободы. Следствием собрана достаточно доказательственная база, в связи с чем уголовное дело, с утвержденным обвинительным заключением, направлено в суд для рассмотрения по существу. Если вина бывшей воспитательницы детского сада будет доказана, ей грозит немалый срок реального лишения свободы. Нафиса Менязова, Адель Малахметов, Вызов 112.